Карачао-Черкесия на телеканале Россия-1, главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире, с вами Руслан Куркмазов. Здравствуйте. В Карачао-Черкесии прошли выборы. Казаки, соблюдая традиции, избрали нового атамана Баталпашинского отдела. В республике выразили благодарность тем, кто помогает пожилым и маломобильным людям. Названы имена доброты. Кому нельзя делать прививку от коронавируса, а как подготовиться к этому уколу, в Черкесске на все вопросы ответят по горячей линии. В Доме музея князей Крымшамхаловых открылась фотовыставка главной топ-модели лошади карачао-чапороды. Карачао-Черкесия вошел в список регионов России со стопроцентной обеспеченностью яслями. Исследование провело Министерство просвещения по доступности школьного образования в России для детей в возрасте до 3 лет. На 100% обеспечены яслями только 37 субъектов, в том числе и наша республика. В Карачао-Черкесии казаки избрали нового атамана Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска. Для участия в выборном сборе в Черкесск прибыл атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. Как проходила процедура голосований, как были соблюдены старые традиции, о казачестве расскажет Карчаберджиев. Благодаря долгой и кропотливой работе казачье общество определилось с единственным кандидатом. Выборы атамана прошли открытым голосованием. Казаки избрали нового атамана Баталпашинского отдела. Им стал Балерий Дедук. Ровно через год казаки проведут встречу для проведения итогов. Они отметили план действий Баталпашинского отдела и будут действовать в данном направлении. Со слов казачьего полковника Александра Власова, атаману предстоит огромная работа. Сильнее сплотить крепкий Баталпашинский отдел, нацелить на планомерную плодотворную работу коллектив. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо достичь определенных результатов. Сейчас по охране общественного порядка, защите границ и так далее, и так далее. Все виды государственной службы, которые у нас имеются, в Баталпашинском отделе пока не реализуются. Но на вторник я уже запланировал совет атаманов, малый совет атаманов, который пройдет в Краснодаре, в Кубанском казачьем войске, где я доведу информацию, поручение президента, где в том числе и Баталпашинский отдел сможет принять участие и реализовать себя в области государственной и иной службы. Избранный атаман принимает присягу, и затем по казачьей традиции нужно троекратно охлестать на гайкой. Первый удар наносит, чтобы новый глава очтил православную веру и обычаи казаков. Второй – для того, чтобы уважал стариков. Третий – для хорошего исполнения обязанностей на благо казачества. «Коллективная защита интересов друг друга. Для этого необходимо налаживать взаимодействие с органами госвласти самых различных уровней. Активное участие в государственных грантах. Без этого невозможно укрепить материальную базу Баталпашинцев. При этом к участию привлекать образованную казачью молодежь, которая мыслит по современным стандартам, идет вновь со временем». Новый атаман рассказал об основных направлениях своей работы. «Приоритеты казачьей объединения, охрана общественного порядка, повышение благосостояния казаков и их семей. Для нас главная цель – сохранение культуры и укрепление традиций развития спорта среди казачества. Наше общество должно быть едино и дисциплинировано. Тогда все задачи будут выполняться», – сказал Валерий Дедук. Также в ходе мероприятия Александр Власов поблагодарил казаков за достойное участие в параде победы на Красной площади. И вручил первому заместителю руководителя администрации главы и правительства республики Надежде Пивоваровной благодарность атамана. «Органами исполнительной власти республики поддерживаются позитивные инициативы казаков, направленные в том числе на сохранение мира, межнационального согласия, стабильной общественно-политической обстановки в регионе. Для более тесного взаимодействия между органами муниципального власти, органами исполнительной власти и казачьими обществами». Казаки Карачаево-Черкесской республики с честью несут воинскую службу и участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи. Ведь это одна из главных задач российского казачества. Казаки всегда доблестно охраняли и продолжают охранять свое отечество. Карча Биджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Черкесский заработала горячая линия по вопросам вакцинации. Круглосуточно на базе Черкесской городской поликлиники будут дежурить высококвалифицированные врачи, которые ответят на все интересующие вопросы по вакцинированию. Как записаться на вакцинацию? В каком кабинете пройти? Можно ли при хроническом заболевании делать прививку? Как подготовиться к вакцинации? Найти и другие вопросы можно получить ответы по номеру горячей линии. Записывайте. 8 938 033 0070. 938 033 0070. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаевой, Черкесии выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 21 329 человек. Из них 20 451 выздоровел. 491 человек сейчас госпитализированы. В Карачаево-Черкесию пришла африканская жара. Когда она уйдет, узнаем у синоптиков. В Карачаево-Черкесии вечером и во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 12-17. В горах до плюс 11. Днем 27-32. И в горах местами 21-26 со знаком плюс. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 11-14. Температура ночью 15-17. А днем 30-32 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Пограничное управление Федеральной службы безопасности России по Карачао-Черкесии свидетельствует о нарушениях правил пограничного режима со стороны гостей и жителей нашей республики. Погрануправление настоятельно рекомендует заблаговременно обращаться за получением разрешительных документов для въезда лиц и транспортных средств в пограничную зону. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте ФСБ России. В первом полугодии 2021 года пограничным управлением возбуждено 55 дел по обеспечению правонарушения в пограничной сфере. По указанным делам лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 49 700 рублей. Правонарушения, как правило, совершались в местах массового отдыха граждан, на туристических маршрутах и в местах, где запрещено вылов водных биологических ресурсов. Кроме того, пограничным управлением выявлены 11 иностранных граждан, которые нарушили режим государственной границы на участке иного субъекта Российской Федерации с целью отчисления трудовой деятельности на территории Кричаева Черкесской Республики. Пограничное управление напоминает о необходимости соблюдения законодательской Федерации в пограничной сфере, за нарушение которого предусмотрена уголовная или административная ответственность. Черкесски наградили волонтеров акции «Мы вместе». Они оказывали помощь пожилым и маломобильным людям в период пандемии. О добрых людях в репортаже Карча Беджиева. Если кто-то думает, что настоящий герой – это парень вроде Рэмбо, то вынуждено разочаровать. Истинная отвага и мужество могут быть тихими, незаметными, но от этого не менее ценными. Всероссийская акция взаимопомощи объединила людей, решивших во время пандемии помогать другим. Данный проект инициировали Российский народный фронт, общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров. Это показало, насколько сплоченное общество в нашей республике. Так, одним из многих героев, Кемалу Русов, внес свою лепту в борьбу с COVID-19. За вклад в борьбе с пандемией коронавирус-19. Я считаю, что очень большое количество людей в нашей стране заслуживали эту награду. И у нас в республике тоже. Посчитали, что мы достойны ее. Я, в свою очередь, благодарю всех тех, кто так или иначе вносит вклад в борьбу с пандемией. Выражаю свою благодарность за эту награду. Большое вам спасибо всем тем, кто оценил наш труд. За бескорыстный вклад в борьбе с пандемией наградили волонтеров, которые в трудную минуту оказались рядом с теми, кто нуждается в их помощи. А Федеральное агентство по делам молодежи поручило наградить их благодарственными письмами в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Со словами благодарности в адрес виновников торжества обратился министр туризма Расул Тикеев. Он отметил, что данную акцию переоценить сложно, поскольку в ней объединились все неравнодушные граждане, когда столкнулись с проблемами во время пандемии. Не жалея ни сил, ни средств, ни своего личного времени, оказывались именно в том месте, где нужна помощь. Несомненно, вы люди с чистыми и благородными сердцами. Я бы хотел поблагодарить вас, сказать большое вам спасибо за ваш труд. Следует отметить, что акция «Мы вместе» – это помощь пожилым и маломобильным людям на период распространения коронавируса. Отметим, что проект развивается и продолжает действовать по нескольким направлениям. Это регулярная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и оказание психологической поддержки нуждающимся гражданам. Карача Биджиев, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевская порода лошадей в творчестве фотохудожника Ольги Бабенко. По таким названиям в Тиберде, в Доме музея просветителей художника князя Ислама Крымшамхалова, открылась долгожданная фотовыставка. Все работы мастера сделаны в прекрасных уголках Карачаевой Черкесии. Каждая работа по-своему неповторима. В этом убедилась Шерифат Лепшокова. Эту фотовыставку в республике ожидали давно. Карачаевская порода лошадей издревле славится своей выносливостью. Но в работах Ольги Бабенко раскрывается еще и вся их красота. Более 50 работ фотохудожницы, безусловно, не оставят равнодушными всех, кто ценит живую природу. В конце XIX века гостеприимный Дом Ислама Крымшамхалова был очагом культуры, где собирались передовые люди того времени. Сегодня, спустя более чем столетия, здесь по-прежнему рады всем, кто ценит традиции карачаевского народа. Ольга Бабенко известна фотохудожницей из Таврополя. Восемь лет она работала над этой экспозицией, создавая фотографии, способные вызвать неподдельное восхищение. Любовь к лошадям у Ольги с детства. Однажды на одном из семинаров она узнала о карачаевской породе. Любопытство сменилось настоящей любовью к этим животным. Девушка рассказывает, карачаевские лошади покорили своей уникальностью. Ей отрадно видеть, как люди стараются сохранить традиции, занимаясь разведением этой породы. Когда я первый раз выехала на карачаевской лошади в горы, это было даже не то, что восторг, это было уважение. В первую очередь, это уважение к этому животному. Ногами ты столько не пройдёшь и столько на себе не унесёшь в любом случае, сколько может тебе помочь вывести именно эта порода лошадей. Работы Ольги Бабенко были высоко оценены профессиональными художниками. Своё восхищение высказали и собравшиеся. Директор музея-заповедника Хаджимур Атальканов за активную работу в популяризацию карачаевской породы лошадей и большой вклад в развитие искусства фотографии вручил Ольге Бабенко цветы и благодарственные грамоты. Инициатор выставки Шрафодин Узденов много лет занимается популяризацией карачаевской породы лошадей. Он признался, что впервые за многие годы увидел фотографии на эту тематику столь высокого качества. Хотелось ещё раз поблагодарить Ольгу Васильевну за её титанистический труд. Молодая женщина, оставив ребёнка, благоверного своего, выезжает в горы, и под град попадает, под снег попадает, под дождь. Вот с первыми лучами солнце выставляет, в зависимости, какая там панорама и так далее, какие преимущества она это всё знает с юности. И вот такие отменные фотографии. Но никакая непогода не страшна для Ольги Бабенко. Любовь горам и лошадям превозмогает все трудности. Свои чувства к удивительным созданиям фотохудожницы мастерски передаёт в работах, вызывая к ним любовь самого строгого посетителя. Собравшиеся говорили, любое с творчеством Ольги Бабенко ощущает ждуновение лёгкого ветра, запах горных трав, солнечное тепло. В её работах восходители на Эльбрус, победители различных соревнований, а также обычные лошади. Меня удивляет, наверное, каждая лошадь. Буквально вот вчера мы спустились в гору ночью, уже где-то в 9 часов мы уже только начали рассёдлывать лошадей, когда спустились в гору. И в седле мы находились с 8 утра где-то, да, и до 9 вечера мы практически всю дорогу ездили верхом. Верхом мы ездили по горам, мы ездили действительно там по перевалам, к озёрам, искали табуны, подъезжали к ним, снимали. Поэтому эти лошади меня удивляют каждый раз, и каждая карачаевская лошадь меня не то что восхищает, а заставляет её уважать ещё больше. В августе фотовыставка будет представлена в Кисловодске, затем планируется показать её в Москве, в Государственной Думе и Совете Федерации. Шельфат Лепшукова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберта. Таким был этот день в Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас премьера фильма «Московский роман». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова